В Красноярске сегодня открыли движение по мосту через Качу на улице Брянской. Там нанесли разметки и установили ограждение. Но пешеходная часть моста так и не готова, поэтому прогуляться по мосту красноярцы пока не могут. Не готовы и два других моста через Качу на оперенционной Брянской 140. Сейчас на мосту, где уже ездят автомобилисты, находится наш корреспондент Елисей Савлюк. Елисей, что говорят в мэрии, когда откроются остальные мосты? Да, Женя, в мэрии точных дат пока не называют. Говорят только, что произойдет это в ближайшую неделю, но и это не точно. Что касается уже открытого моста для автомобилистов, это по-настоящему радостное событие. Ведь проезд здесь значительно сокращает время в пути на работу и до дома. А вот пешеходам радоваться пока рано. Пешеходные дорожки здесь продолжают приводить в порядок. С одной части дороги установили вот такие временные мостики. На другой части дороги продолжают работать дорожники и там все доделывать. И точные даты, когда здесь можно будет прогуляться, также пока не называют. Продолжают ремонтировать и два других моста на Брянской 140 и на Перенсона. Если для автомобилистов эти переправы и откроются в ближайшую неделю, то пешеходы пройтись по тем мостам тоже пока не смогут, как минимум до 20 ноября. Я напомню, что сразу три моста закрыли для движения еще летом. На Перенсона движение закрыли полностью, а на Брянской 140 и 280А, где мы сейчас как раз-таки и находимся, оставили только по одной полосе. И это принесло автомобилистам немало проблем. Им приходилось стоять в пробках и заранее выезжать из дома, открыть все три моста. Обещали раньше, но сроки постоянно сдвигались, то из-за подорожания материалов, то из-за того, что мосты оказались сильно изношены. Тогда в мэрии оправдывались, что переправы ни разу не ремонтировали, и из-за этого и открыть их раньше было нельзя. Пока мы видим, что здесь автомобилисты сейчас проезжают спокойно, пробок как таковых нет. И красноярцам я могу только пожелать терпения и веры в то, что два других моста все-таки откроются в срок, и когда будут известны точные даты, мы об этом обязательно сообщим в эфире. Поэтому не пропустите, следите. На этом у меня все. Женя. Спасибо, Елисей. Я напомню, это был мой коллега Елисей Савлюк. Он находится на мосту Черескачу в районе улицы Брянская, 280А. Сегодня этот мост наконец-то открыл автомобильное движение.